Здравствуйте! Постановление Совета Министров СССР от 19 июня 1986 года включило разработку боевой машины поддержки танков в пятилетний план важнейших опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по вооружению и военной технике на 1986-1990 года. Таким образом, новый вид боевой единицы получил поддержку от всех государственных органов и был обеспечен финансированием. Первым БМПТ Советского Союза стал Объект 781. Сегодня уже довольно сложно определить период, когда и у кого первой родилась идея создания подобной бронетехники, Однако в 1984 году начальник кафедры танков военной академии бронетанковых войск генерал-майор Брилев представил своему руководству эскизные чертежи нескольких вариантов новой машины, причем аббревиатура БМПТ расшифровывалась как «Боевая машина пехоты тяжелая». Идея скрещивания бронетранспортера, а позднее и БМП, со скорострельным зенитным вооружением назревала давно. Например, применение зенитной самоходной артиллерийской установки ЗСУ-57-2 в связке с бронетранспортером в Венгрии в 1956 году показало свою эффективность. Но со временем прорыв подготовленной обороны по традиционной схеме с использованием танков и БМП становился проблематичным из-за появления у противника различных противотанковых средств. Одним из возможных выходов было усиление бронирования. Кафедра танков Военной академии бронетанковых войск разработала несколько вариантов на базе танка Т-72, в одном из которых, например, был предложен способ спешивания солдат прямо на ходу под нищей машины по наклонному листу. Также в 80-е годы на базе единой унифицированной платформы Объект 299, разработанной на Ленинградском Кировском заводе, планировалась своя тяжелая БМП. Обзор на данную машину я уже делал, ссылки будут в конце видео и в описании. Опыт боевых действий в Афганистане, в частности применение ЗСУ-23-4 «Шилка» в качестве орудия поддержки пехоты и бронетехники, а также БМП-2 и ее основное вооружение 30-мм пушка 2А42, укрепили мысль о том, что новый вид техники необходим войскам, и заместитель министра обороны маршал Советского Союза Петров дал свое согласие на эти научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Однако он определил новую технику как боевая машина поддержки танков. С тех пор под этим индексом шли все разработки в данном направлении. Со временем пехотный десант исчез из проектируемых образцов, а позднее, неофициально, машины в рамках неокр БМПТ получили условные наименования «Горный танк», «Танк для пограничных войск», «Антитеррористическая машина» и тому подобное. Разработку БМПТ Объект 781 поручили Головному специализированному конструкторскому бюро Челябинского тракторного завода. Необходимо отметить, что помимо указанной организации в создании данной машины с 1985 года принимали участие Тульское конструкторское бюро приборостроения в НИИ «Трансмаш», 38-й научно-исследовательский испытательный институт бронетанковой техники и кафедры танков ВАБТВ. Что же касается наименования, то в различных источниках указываются разные обозначения. Всё дело в том, что данная БМПТ имела несколько вариантов компоновки, но в металле было воплощено только два варианта машины, которые, соответственно, обозначались Объект 781, Вариант А и Б, Объект 781 сборки 7 и 8 или просто Объект 781 и Объект 782. Чтобы не путаться, я буду называть сегодняшний образец просто Объект 781, а по Объекту 782 я сделаю видео в будущем. Если же вы смотрите этот материал не сразу после его выхода, то проверьте описание под ним, может там уже размещена ссылка на следующий обзор. Ну а мы продолжаем. Итак, Объект 781 разрабатывался на базе основного танка Т-72Б. Корпус машины донора подвергся серьёзным изменениям. В первую очередь это отразилось на высоте машины, которая значительно увеличилась. Это было необходимо для размещения увеличенного экипажа, вооружения, боекомплекта и дополнительного оборудования. Увеличение высоты машины повлекло за собой и другое расположение верхней и нижней лобовых деталей. Но с Объекта 781 стал похожим на БМП. Были увеличены и переработаны над гусеничной полки. Теперь это были бронированные герметичные отсеки, в которых размещалось курсовое, дистанционно управляемое вооружение, система питания боеприпасами. Ходовая часть с одного борта имела шесть опорных катков с торсионной подвеской, заднее ведущее и переднее направляющее колесо, а также три поддерживающих ролика. В качестве силовой установки, скорее всего, использовался дизельный двигатель V84-1 мощностью 840 л.с. В общем и целом, Объект 781 должен был обладать схожими характеристиками подвижности, маневренности и не уступать Т-72 по уровню защищённости. К сожалению, из-за грифа секретности более подробной информации по данным параметрам отсутствует. Ну а первое, что бросается в глаза, это необычное вооружение Объекта 781. Вместо башни на крыше боевого отделения в двух независимых П-образных опорах модулях, управляемых дистанционно, были установлены по автоматической 30-мм пушке 2А-72. Чуть позднее они получили защитные кожухи рамной конструкции. Также с каждой из пушек был спарен один пулемёт ПКТ калибра 7,62 мм. Модули были стабилизированы в двух плоскостях, автоматические пушки имели раздельное заряжание и управление огнём. При этом их сектора обстрела могли перекрываться. Питание боеприпасами осуществлялось внутри опор. Общий боекомплект для автоматических пушек составлял 1100 выстрелов, для спаренных пулемётов – 4000. На П-образных опорах модулях крепились пусковые установки дымовых гранат – 4 на левой и 2 на правой. Для борьбы с тяжелобронированной техникой Объект 781 был оснащён противотанковым ракетным комплексом «Конкурс» или «Фагот». Две ракеты были установлены в бронированном контейнере на опоре правой автоматической пушки. Перезаряжание осуществлялось вручную, а боекомплект составлял 4 выстрела, хотя в некоторых источниках указывается 6 штук. Возможно, 2 ракеты в контейнерах и 4 в корпусе. Как я уже упомянул ранее, в надгусеничных полках располагалось дистанционно управляемое курсовое вооружение. На имеющихся старых фотографиях это были 30-мм автоматические гранатомёты АГС-17 по одному в каждой полке. Общий боекомплект составлял 600 выстрелов. Забегая вперёд, скажу, что после реставрации объект 781 получил дистанционно управляемый 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт НСВ. Его установили в левой надгусеничной полке. Но и это ещё не всё. В корме между двигателем и боевыми модулями располагался ещё один дистанционно управляемый 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт НСВ, закреплённый над люком для одного из членов экипажа. У каждого оператора вооружения был свой отдельный прицел. Таким образом, объект 781 был способен вести огонь по шести целям, два гранатомёта или другое курсовое вооружение, две автоматические пушки, один кормовой пулемёт и выстрел Птура. Что же касается количества членов экипажа, то абсолютно во всех источниках указываются разные данные, причём они перемешаны с объектом 782, с первичными вариантами тяжёлых БМП и так далее. Так как нет ни одной фотографии внутреннего пространства, а тем более чертежа, то исходя из фотографии, мне кажется, наиболее вероятны два варианта. Первый вариант подразумевает, что командир машины не осуществляет управление каким-либо вооружением. Тогда расположение экипажа может быть следующим. Спереди по центру объекта 781 находится рабочее место механика водителя. За его спиной располагается командир. Слева и справа от командира находятся два человека, отвечающих за курсовое вооружение. Далее по корпусу располагаются ещё два оператора боевых модулей. Скорее всего, их места расположены под ними. И замыкает всех оператор курсового пулемёта. Итого семь человек. Второй вариант отличается от первого лишь расположением командира. При такой компоновке место командира перемещается на место оператора кромового пулемёта. Итого шесть человек. Но всё это мои предположения, поэтому если у вас есть свой вариант, то напишите его в комментариях. Единственное, в чём я уверен, то это то, что целенаправленно в объекте 781 не размещали специальных мест для десанта. В мае 1987 года по приказу генерала армии Язова, только что назначенного министром обороны, объект 781 был направлен в подмосковное Алабино для показа высшему руководству советской армии. БМПТ привлекла к себе внимание и стала известна широкому кругу лиц, в том числе и министру обороны и начальнику генерального штаба ВС. После возвращения из Алабина машина была отправлена для испытаний на окружной полигон в Непряхино Челябинской области. Позднее объект 781 был рекомендован к принятию на вооружение. ЧТЗ завершил опытно-конструкторские работы и приступил к выпуску чертежей для последующего опытного производства. Но впереди был 1991 год. Распад от СССР и финансировать закупки нового вооружения уже никто не собирался. Наверное, объект 781 постигла бы участь многих экспериментальных образцов военной техники Советского Союза, созданных в единичном экземпляре. Но нашлись люди, которые восстановили первую БМПТ практически из разрушенного корпуса, за что им лично от меня бесконечная благодарность. В мае 2017 года коллекцию выставочного комплекса «Уралвагонзавода» пополнил возрожденный объект 781. Спасибо за просмотр! Есть что добавить и справить, прошу в комментарии. Подписывайтесь на канал, делитесь данным видео, заходите в группу ВКонтакте. Там я выкладываю дополнительный материал, фотографии и статьи, которые не тянут на полноценное видео, но не менее интересны. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok